Осталось неизменным, а что-то очень изменилось. И самое главное, я когда-то начинал про это рассказывать, что когда в 1994 году я начал выступать, это совершенно была другая страна, совершенно другая была эстрада, тогда еще эстрада, другая сцена. Я, собственно, выходил на сцену, я пародировал, было мало пародистов, политиков изображал только Миша Грушевский, значит, артистов эстрады уже Миша Евдогимов не изображал практически, Хазанов уже не изображал, только Винокур оставался. Вот мы с Володей вдвоем были на всю эстраду, и если Лещенко там, ленточка моя финишная, все пройдет и ты примешь меня, за ним Винокур примешь ты меня нынешнего, и за ним уже я там, нам не жить друг без друга. То есть Винокур бабки делал на Лещенко, я за Винокуром подбирал, у нас было полное ощущение, что нам, Лещенко, до смерти хватит. Понимаете, все, мы как бы чувствовали себя в Данках. Тогда было совершенно другое время. Тогда, если ты ловил какой-то голос, и у тебя, во-первых, был успех, во-вторых, тебе уже казалось... Вот я когда слышу, например, песню Лещенко, там... И там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой... Когда начинается только вступление соловьиной рощи, мне уже кажется, что это моя песня, и я удивляюсь, почему ее кто-то другой поет. Блядь, ты свыкся уже. Если ты изображал Зыкину, и у тебя это получалось, все, ты был в Данках. Ну, например, я вспомню, как пример. Подари мне плоток, голубой лоскуток, И чтоб мой покрояло золотой завиток Не в суток положу, На груди полежу, И что ты подарил, Никому не искал. Не в суток положу, На груди полежу, И что ты подарил, Никому не искал. Ну, пример. Настала новая эпоха. Новая эпоха отличается тем, что Появились новые пародисты, Юмористы, стендаписты. Господи, они все повылазили. Стендаписты матерятся, У них мат через каждое слово, Место пунктов, знаков припинания. Просто. Конечно, с ними сложно соревноваться, Потому что они несут все, что хотят. Да, может, у них не такие большие залы, Но они несут все, что хотят. Есть пародисты, имитаторы. Они еще имеют наглость, говорят, Что они на мне выросли. И вот эти новое поколение, понимаете, Они же изображают не своих, Не своих новых артистов, Не своих этих стендапистов. Они изображают тех, Кого я всю жизнь изображал. Понимаете? То есть мы с лещин, С винокуром выращивали лещин, Кратару, Мы их поднимали, А эти пришли на все готовенькое. Понимаете, в чем дело? То есть они вот пришли на все готовенькое. А от меня ждут нового. Ну что-то можно винокурой изображать, Ты, с вами же нового. Чего же эти новые-то новых не изображают? Посмотрите, поле непаханное. Каких только артистов нет. И Егор Крид, И Элджей, И Элван, И Манижа, И Гречка, И Федук, И Артик, И Асти, И Хамали Наваи, И Навали в Хаваи. Я же не хочу. Понимаете? Нет, они изображают наших. Гурченко они вспоминают, понимаете? И от них все в восторге. Ой, как он изобразил Успенскую. Ой, как он... А ты типа давай монеточку. Я должен монеточку. Ну вы давайте монеточку. Она ваша героиня. Почему я должен давать монеточку? Вот это я должен. Если бы мне платили каждый раз, Каждый раз, когда я думаю о тебе, Я бы помжевала возле трасс, Я бы стала самой бедной из людей. Я месяц потратил, Просто чтобы выучить Эту случайную последовательность слов На такой скорости. Вы понимаете, что это невозможно? Я там не понимаю. Это надо гуглить все, что она поет, Чтобы понять, что она поет. Вы понимаете? Мы же как привыкли, что она поет? С расстановкой. Спокойно. Лето. Пауза. Мы думаем, о чем идет речь. Ах, лето. Ага. Лето. Ни зима, ни весна. Лето звездное, звонче пой. Ага. Хорошая песня. И еще раз для тех, кто первый раз не понял. Лето. Ах, лето. Лето звездное, будь со мной. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это для тех, кто вообще слов не знает. Советская песня всегда была на-на-на-на-на. У нас всегда была гуманистическая эстрада. Гуманистическая. Артисты понимали, что потом это надо повторить за кем-то. Понимаете? Поэтому некоторые просто одним словом ограничивались. вот светофор вот он светит вот люди бегут 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 туда бегут сюда и даже новые артисты которые появлялись уже на новой волне в 90-х та же группа на на они уважали это правило и пели непритязательные песни файна-файна шинанай да опа опа шинана никто не знал что это за турецкий шиномонтаж но все с удовольствием повторяли понятик группа руки вверх забирали я скорее увози за 100 мари и целуй меня везде я взрослая уже он забрал вот никого не смущал что это поет полный мужчина никого не смущала рифма везде и уже можно было и поменять забирай меня уже я взрослой везде забирай меня сюда и упал из гнезда можно было что-то никому ничего все было нормально все было понятно вы знаете все было я ты он она вот они все вместе целая страна вместе дружная семья слове мы сто тысяч я загорелых озорных над тобою солнце светит родина моя вот ротару вот родина и все шли за эту родину под эту песню свои забивать прямо вскакивали родина моя и вот кефир был кефир был нормальный кефир я до сих пор помню советский кефир понимаете он пах кефиром он был на вкус кефир и главное ничего не было написано на этой упаковке кроме кефир жирность гост сейчас на этом кефире все написано что только возможно победитель соревнования упаковок в мытищах приз за лучший вкус красноярска сто процентов нейчерал органи сделано написано из лучших сортов пальмового молока выдавленных из самых здоровых пальмовых хоров ты пьешь этот кефир снизу чувствуешь какое-то говно сверху жидкость какая-то жуткая по сведению хрень чувствуешь сейчас отравишься помрешь зато начитался этого кефира и все было понятно спасибо спасибо правда мне так неудобно я еще гнал гнал помню например министр за слова что смешные слова вот это у нее глаза два бремента в три карата те которые переживают то что в европу не пускают три карата высует такое красивые глазки но это вообще смешно локоны я схожу с ума ребята и дальше гениальная фраза губки у неё створки 2 в воротах рая ничего что створки в воротах рая вот так все-таки открываются что за губки она что лежала я смеялся над ними понимаете я же не знал что придет эпоха тиктокеров понимаете когда басков спел здание милохиным а сейчас это модно каждая звезда должна иметь своего ручного тиктокера они ходят с ними на презентации с этими тиктокерами и вот он спел мне сказали так модно чтобы ни хрена не понятно было так сказать оказывается в моем бокале смузи от слова это что такое сочетание уголовщины и наркомании я же помню еще его еще когда он на пеньке ленского пел у меня я человек растерянный у меня все не сходится я же помню его что день грядущий мне готовит его азар напрасно ловит что готовит трэп хату я смеялся над шурой что непонятно что он поет вот этого трави бобров на всей земле и бобров другим не закрасила я спасибо я же не знал что придет всем нам моргенштерн какой шура вот этот как моргенштерн поет слышать господи он пукает во время песни прямо путает реально причем он признался на записи песни он пукал ставил микрофонка на лвс и пукал и это записал и нам продал представляете а мне говорят где пародия на моргенштерна так пародия это гротеск как я его перед первым переговором что я должен делать даже если я вопреки рекомендациям малышей на ем все-таки богом и я должен начать с этого программу я же не могу этот газ в себе носить это же кошмар какой-то мы выросли на эстраде вы вспомните господи у нас песни были какие-то чистые женское счастье был бы милый рядом ну а больше ничего не надо ничего не надо а сейчас моя сучка хочет денег моя сучка хочет тачку откуда взялись то все эти сучки вдруг они все от порядочных женщин откуда выставлять не ну конечно есть чистые девчонки вот клава кока клава кока замечательная чистая девчонка вот она поет про расставание с парнем я покинула чат 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 если ей с парнем рассталась разбилась лодка любви она чат 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 я покинула чат и факи ему в песне показала и он ей тоже это у меня сейчас вместо здрасте типа привет и радостная такая рассталась чат чат мы как в 90-х расставались не платье еще одна осталась ночь у нас с тобой еще один раз прошепчу тебе ты мой еще один последний раз как в последний раз